мы смотрим сериальчик всем привет у нас был дождь утром я короче у меня сегодня очень сильно болел животное и короче не спала под утро и такой был сильный гром аж котики прям испугались я тоже дернулась игрской сон проснулся у нас вообще дождь утром был вот видите все мокро травка полезла расти вот и сейчас тоже пасмурно так свежо татириком валяемся дышим воздухом дышим воздухом да красивый мой датчик так что прохладник свежо так как будто осень но мне нравится почему сегодня прохлада не хочется жару совсем и кстати не люблю лето а люблю вот весну вот так что да а я вчера не купалась сейчас пойду купаться хочу принять душик помыть голову так что такое то нас утрочка пасмурная и кусачая пока я встала гол уже летел вот прям сидел у нас а вон там у соседки тоже сидят даже 2 серик дыши глубже уже все поймал по шандаросли ты разберись приняла душик теперь под музончик тут проверяю рекламу я придала себе в порядок сделала макияж оделась уже вот мы сейчас хотим пойти погулять взяли сегодня полу выходной такой вот хотим немножко развеется вот у нас как говорится есть повод сдали проект я сдала проект зарубежный делали сайт на кувейт на арабский эмират очень прикольный сайт получился потом как нибудь вам покажу вот то что сейчас все выключено уже мы будем выходить сейчас вот здоровский проект прям вышел интернет магазин так что нам решили развеется я говорила вам уже что придумала кое-какую задумку новым с причёской вот очень хочу реализовать уже и сейчас на руки чешется пока времени у то что ну еще пока не сильно отросли корни можно погонять с рыжим как бы с таким цветом с такой прической будет что-то кардинальное реализую нет не знаю еще пока я в раздумьях но уже хочется посмотрим что выйдет я пока еще думаю ищу убираю с мамой советуюсь вот мне кажется вот прикольно но я очень люблю рыжий цвет на уровне с белым вот мне тоже он очень нравится так что пока наслаждаюсь но уже руки чешутся что-то поменять так что сейчас мы уже выходим там у нас сегодня достаточно прохладно вот я поэтому в кофте в куртке буду вы думаю взять с собой шарфик вот мой оранжевый такой уютный мягкий вот если вдруг будет холодно шею грудь закрыть вот потому что не хочется конечно ничего на голову одевать вроде не настолько там холодно вот так что тела свои поделали вот и выдвинемся на прогулку пойдемте с нами мне на самом деле такое настроение какое-то не супер и неплохое такое нейтральное никакой можно сказать нет никакой а все-таки нейтральное больше подходит так что так может развеясь немножко такие дела так что сейчас жду игры он тоже собирается и будем выделяться смотрите сколько у нас уже досок накидали с крыши офигеть рубероид доски или горд на дрова хватит на лето жарить штуки игорь пошел вон там мусор выкидывать я туда идти не хочу там грязно сейчас тут поставила подожду прохладенько у нас конечно свежо хорошо что я делал шарф вот сейчас подумаем маршрут какого-то конкретного нет просто будем гулять поэтому надо подумать все это должно быть и медведь паниру Моргова это глябинга тенщик панируем но панируем load это глябинга это это глябинга грязь где ю Здесь пофотографировались, какой красивый кустик желтый. Так, выйдем из газона, гуляем в центре. Смотрите продолжение в следующей серии. Мы уже на месте, называется Ресторан Массимо. Мы вас посадили на балкончик, уютненько тут. Сейчас будем выбирать. Я хочу какой-нибудь десертик. Мы уже сделали заказ. Игорь хотел даже еще и поесть, но передумал, он не хочет кушать совсем. А я заказала чайочек и десертики. Ну, я думаю, Игорь мне поможет съесть, поэтому я два десерта заказала. Да. Здесь, правда, такие полосы от цвета, но атмосфера вам немножко наша. Все, хватит. Мы заказали десерты. Синнабон. Я очень люблю эти булочки. Думаю, вкусные будут. Тарт такой маленький, крошечный, но красивый. И наполеончик. Похоже на полеон, кстати, на тот, который Настя делала, да? Такой вот он. Так что всем приятного. Да, улун. Чай улун. Вообще очень вкусный. Так что всем приятного, кто тоже кушает. У нас тут тоже сладости. Очень атмосферно. Много желтых элементов. Все, как я люблю. Такая крутая лестница с балкона. Нужно сидеть на первом этаже. Вот. Атмосферно тут. Да, и всего доброго. Всего доброго. Вот. А еще есть непосредственно эта веранда. Кстати, хочу следующий раз прийти на веранду. Вот видите, как прохладно сегодня. А так вот вчера я видела, что уже сидели на веранде. Я просто на них подписана. Мне очень понравилось. Мы посидели так прям недолго. Не переели. Ну, как бы все эти десерты съели на двоих. И с собой я взяла Наполеон. Уж очень вкусный. И прямо, если честно, напомнил тот торт, что Настя делала навстречу Диме. Насте, привет. Вот. Все-таки был вкусный торт, раз он не запомнился. Потому что там напомнил. Такой Наполеон не слоеный, а коржами, да. Коржевой. Так что мы сейчас прогуляемся и отправимся в кино. На мультик. Сейчас у нас пока есть время. Ходила в этот... В это здание заниматься на балалайку. Боятся, да. Букольно. Не мешай девочке, вдруг она экзамен сдаёт. Да. Фигеть. Мы гуляем. Шудрая? Ошиблась, когда ты посмотрела на неё. Что, реально? Да. Ты не слышал? Она двойка, да? Да. Ошиблась. По центру. Редко вообще. Ну, по-своему времени часто мы ходим, но вообще в центре редко бываем. О, жёлтый кустик. Где сходить тут послушать? Я прям была в стойке, стороны заходи, что занималась тут. Нет, нельзя. Посторонним у них вахтёр. Макс. Заставляю тебя учиться. Алё, мама. По-любасу. Не, ну почему? Есть дети, которым нравится. Это и не мне впечатли. Чуть-чуть. Мы вышли с кином, видели на мультик-бифиг про домового. Мне понравился. Немножко затянута. Скучновато было под конец. Но концовка самоклассная. А вот под конец чуть-чуть как-то мне затянута была. Игорь немножко даже кемарил. Он уже в последнее время не очень сильно прям любит мультики. А я люблю мультики. Мне очень нравится. Так что, ну интересно. А, кстати, это наш русский мультик. Так что, ну и достаточно неплохо с нам. Жду Игоря. Вот. Мы вышли. Столько бы корма осталось. Хорошо, дом доедим. Так что, жду Игоря. Вот. У нас уже там вечер. Так вот странно, когда заходишь в кино. Сейчас светло на улицу выходишь, когда уже темно. Ну, смотри, офигеть. Ты же не видел, как темнело. Так что сейчас пока хочу немножко губы подкрасить. И сижу и жду Игоря. Здравствуйте. Нет, нет. Посмотреть. В магазинчик зашли. Такой текстиль тут. Все для дома. Очень красивая тут посуда. Вот эти вот баночки розовые красивые. Они розовее на камере. Вот этот листик тоже для подачи. Красота. Красивенько тут. Постель. Посуды много. Пошли в магазин. Называется он Обувь. Я о таком не слышала, если честно. Мужской? Здравствуйте. Спасибо. Вот я такой не видела магазин. Мы видели. Много обуви тут. Прикольный интерьер у них такой. Я, наверное, по-другому женской посмотрю. Хотя сумочки прикольные. Ну, короче, не хотим домой. Еще хотим погулять. Идет шляпа. По-моему, прикольно. Надо брать. Давно ходил сюшкой. Кстати, хочу себе какую-нибудь кардинально новую форму очков. Никаких... Не такой, как у меня были. Игорь сказал нет. Ой, ему вообще редко что нравится. Сейчас еще покажу что-нибудь. Вот такие. Он прикольный. Вот эту штуку еще все портит. Непонятно. Так, ничего тут. Мне нравится. Вот эти прикольные. С рюжем цветом волосы сочетаются. Вот эти с каемочкой прикольные. Есть такая форма. Такая. Для прикола. Кстати, прикольные. Как цвет. Горячки. С цвета волосы, да, прикольно сочетаются. Сейчас еще один покажу. Ну что, наподобие со стразами Мельбл, только это другие. Прикольные. Много очков тут. Нью-Йоркер, кстати. Детка, ребят. Зеленая, подглаза. Здравствуйте. Парк. Мы вышли на вам сегодня. Так хорошо, прохладно, да, свеже. Не то, что погуляли, полазили по Нью-Йоркеру. У меня вообще Нью-Йоркер ассоциируется с моим студенческим годом. Потому что я жила с своей подругой Аленой. И мы часто с ней были. Ален, тебе привет. Если ты вдруг меня смотришь. Мы часто здесь ходили с ней, лазили. Она себе там одежду какую-нибудь брала. Вот. Что? Есть такое. Не знаю, Игорь там все подумывает взять самокат, покататься. Идем сейчас в парк. Маш, там будут. Он уже скачал приложение, смотрит. Не хочется домой. Пока хочется еще гулять. Правда, решил покататься. Установил приложение. О, свет, да? Прикольно. Только не падай. Такой циферблатик там прикольный. Он что, скорость будет показывать? Ну, разберись, да, пока. Я поснимаю. Короче, будет пока разбираться. Тут еще несколько вот стоят. А я галжу его, чтобы попасть в дом и подняться на высокий этаж. Хочется на высоту. Но пока разбираюсь. Сейчас как разберется, что-нибудь поснимаю. Ну, на самом деле, они сразу разобрались с самокатом. Блин, Игорь уехал. Короче, там гоу, ну, есть старт, есть тормоза передние и задние. И оказывается, чтобы он поехал, нужно было оттолкнуться и газануть. А мы просто как бы с местом. Ну, как тебе? Прикольно? Нравится? Давай сумку свою. Сюда приехай. Ну и все, ему понравилось. Он давно хотел, Игорь, кстати, попробовать. Хорошо. Ой, он очень любит кататься, скорость. Я, если честно, очень плохо держу равновесие. У меня плохо с вестибулярным аппаратом. Я уже не раз говорила. Но я тоже хочу сейчас. Я просто стесняюсь. Знаете, у меня вот этот момент, когда ты что-то новое пробуешь, тебя всегда волнительно, и ты стесняешься. Но потом будешь гонять, как на велике. Надо научиться, он Игорь едет. У тебя уже круг наехал так быстро. Ну, как тебе? Расскажи ему. Прикольно. Прикольно? Хочу уже такой себе купить. Да? Лучше, чем велик? Конечно, не надо. Да, я теперь. Ну что, разобрались. Я тоже покаталась. Первая дорожка прошла. И мне, знаете, какое чувство? Я постоянно хочу как будто либо сесть, либо держаться за сидушку, как на велике. Вот. Мне понравилось. Я целый круг отнанулась. Знаете, что страшно? Кочки. То есть, если на велике, ты не боишься, потому что ты сидишь, и ты как бы упираешься. Есть опора. А здесь опоры нет. Да, ну, на руки опора. Но все равно. Очко. Но классно. Я люблю скорость тоже, как и Игорь. Мы любим что-то такое шустрое. Вот. Я такая запыханная, потому что я часто не газую, а сама, ну, типа, ногой. Боюсь прям... О, как он далеко уехал. Боюсь газовать. Вот. Так что ждем Игоря. Я покатаюсь. Может, он меня поснимает, как я туплю немножко еще. А вы катались на самокатах? Напишите в комментариях. Если кто-то вообще не пробовал, тоже напишите. Будет интересно. Потому что мы столько всегда на них смотрели, смотрели, смотрели. И в Ростове были, смотрели, хотели. И все никак. Так жарко на нем, кстати. Но у меня еще не суперудобная обувь. Мы сегодня в туфлях. Ну, в ботинках, на каблуке. Не очень удобно в кроссовках. И в удобной одежде. И вот в другой куртке мне было бы лучше. Вообще классно. Мне понравилось. Игорь Негода. Я очень смешно ждать Игоря. Он долго катался. Ну, поделись. С кем интересно? Как ребенок. Как ребенок? Сколько ты катался? 40 минут? Да. Короче, классно. Я хочу подняться на консьерж. В общем, мы туда даже не пойдем. Не будем рыбаться. Потому что там консьерж. Я ее даже видела. Бабушка. Нет. Учайник, кстати. Ладно, в другой раз я уже замерзла. Можно было в какой-нибудь другой дом поискать. Вон, кроша скрывает. Нет, с ним? Да. Вот. Можно было в другой поискать дом, но... Не будем. Я уже замерзла. Холодно. Игорь катался на тепло. Мне нет. Давай, расскажи ей больше свою информацию. Уже все интересные. Я теперь хочу себе свой самокат. Да? Ну, вообще, вот, велик или самокат. Сравни как бы. Чем лучше. Ты гонишься на велик. Самокат? Почему? Потому что крутить не надо. Да. То он в горку раньше быстро поднялся. Секунды. Скорость хорошая разгоняется, да? Ну, я по-прямому разгонялся 24. Понимаешь, в чем? Я, конечно, сильно не гоцела, не гоняла. Что я еще пока не умею. Но вообще у нас теперь есть в планах, конечно, взять вот так вот на день. И прям нормально покататься. В итоге мы... Получается так, короче. Берешь ты его и 300 рублей ты платишь за лог. Он возвращается после того, как ты ставишь. То есть все нормально. Мы несколько раз вот брали. Мы один взяли, самокат и что-то было не очень. Мы другой взяли. Вот. То есть все возвращается. За старт 65 рублей, да, списывают? 30 рублей. 30? 30 рублей. Там много, но разные есть. А, 30 рублей за старт. И поминутно? 5 рублей. 5 рублей в минуту. Вот. И накатываешь. Игорь там 200 с лишним накатал. Но он прям долго. Ну, практически час там. Больше 40 минут. Да? Плюс еще я там чуть-чуть как вряжилась. Ну, короче, прикольно. Ну, нормально. Потому что сейчас арендовать велики тоже плюс-минус. Цены подорожали. Мы, блин, 5 лет назад арендовывали велик. На сколько? На час 300 рублей, да? 350. Вот такое. Сейчас уже, наверное, дороже. Ну, конечно. Когда еще у тебя нет самокат своего, хочется попробовать. Ну, это не прикольно. Знаешь, классно, да? Когда куда-то надо быстро добраться. Не сильно длинное расстояние. Такое вот. Ну, там, например, такси 200 рублей стоит. А так на нем-то за 100 рублей доехал. Вот. Ну, ладно. Мы, короче, стоим. Ждем такси. Поедем домой. Вот. Очень холодно. Дубак. Надо посмотреть. Так не по-моему. Игорь мне говорит, знаешь, фильм «Дорогая я уменьшила» или увеличила. Как-то там «Наших детей». Я говорю, не знаю. Мы сейчас столько фильмов вспоминали. Давайте вам скажу, вдруг что-то хотите посмотреть. Так. Фильмы «Ной», потом «Доктор Дулитл», «Дорогая я уменьшила наших детей», «Я», как там? «Я», «Я» и «Рен» или как? Скажи. «Я», скажи. «Я», снова «Я» и «Рен», потом «Чарли шоколадная фабрика» я хочу. Еще какие фильмы. Так много фильмов сейчас накидают. Ну, бриллиантно-полицейские вы посмотрели. Как тебе, кстати, Игорь? Прикольно фильмец? Больше не может. Больше? Иди нафиг. Классный фильм. Белые цыпочки, кстати, нам всегда с Димкой нравились в детстве. Мы смотрели. Смотрите, как мы вам много фильмов накидали. Если полезно, давайте классно видео ставьте. Я поболтала с мамой. Мы с мамой ржали. Сейчас я, знаете, что я рассказываю? Я вам тоже расскажу. Может, вы оцените шутку? Вот, кстати, сегодня концерт Люсы Чуботиной слушала, пока красилась. Так, по порядку. Представьте такую ситуацию. Мы с Игорем гуляем на улице. Где-то там. Не важно, где. Вообще, в центре, возле нашего, в нашем районе. Гуляем. Я съедаю конфету. От нее скатываю бумажку. Вот как Сириус реагирует. Вот так катаешь. Сириус уже реагирует. И мы где-то гуляем. И моя фантазия. И Сириус такой большой, огромный кот. Какой, знаете, как динозавры такие огромные над домами. И такой Сириус так. Бежит, короче, за этой бумажкой. Я его кидаю, и он мне приносит. Такая фантазия. Маме рассказала. Она ржала. Я не знаю, где-то в фильме, в каком-то видео. Или где-то вот такой. Ну, тоже момент, что кто-то бегал вот так. Вот. И смешно. И мы где, когда где-нибудь находимся. Вообще, с Игорема что-нибудь съедает. Где-нибудь бумажка. И так катаем. Смеемся. Вот. Представили? Прикольно. Я, когда общаюсь вообще с мамой, разговариваю в наушниках. Мне очень нравится. Это не привязывает меня к телефону. Наушники, кстати, ловят достаточно много. По нашей комнате стопроцентно хорошо. И плюс еще входишь в коридор до кухни. Ну, как бы нормально. Вот. Это очень удобно. Телефон можно положить. Потому что вот так, когда постоянно держишь, и рука устает. И вообще, как бы так удобнее. И даже когда разговариваю, могу там жестикулировать или еще что-то. Что ты выбрал? Я меньше. Покажи этот трейлер. Игорь хочет сейчас этот фильм посмотреть, дорогая. Я уменьшила детей. А вообще, я ему предлагаю после сериала «И снова здравствуйте» посмотреть «Хэппи-энд». Это там про... Как называется? Когда вот зарабатывают деньги этим. Что это? Нет. Когда в интернете показывают себя и зарабатывают на этом деньги. Как называется? Промс. Вебкам. Вот про вебкам. Сериал такой пошловатый, но он со смыслом. Он про подростков. Мне очень понравился. Так что можете тоже посмотреть. Прикольный. Ну, а мы будем фильметь. У нас уже, пока мы болтались с мамой, привезли мне роллы. И я себе роллы сказала. Вот. А Игорь, не знаю. А что у тебя, Игорь Куркин? А, у Игоря себе сегодня, пока мы гуляли там салатик взял. Так что... Он такой, ну, он, наверное, тоже роллы будет. Я заказала сегодня новые роллы. Мне поднадоели мои бокс. Не, ну, я, наверное, слышала об этом в фильме. Уменьшила детей, да? Уменьшила, которая частью увеличила. Давай посмотрим. Вот. И, короче, мне поднадоели мои боксы. Хотела что-то новенькое. Мы до этого суши-весла пробовали. Тоже ничего так. Я раньше вообще всегда только суши-весла ела. И это мои первые роллы, которые я попробовала. Но хотелось что-то нового, и мы узнали, что у нас папа-панда. Я, кстати, там работала посудомойкой недолго, но было жестко и тяжело. И мы заказали там. Я заказала там сегодня. Вот. Что-то хотела сказать. Решили там попробовать, потому что и там не пробовали. Посмотрим, что за роллы. Сейчас откроем. Мне очень интересно. Так что сейчас вам заснимаю. У меня огромный пакет. Но я не мало заказала, потому что я люблю на следующий день доедать. Плюс игре будет так. Очень вкусно пахнет. С зеленым лучком. Вот такие вот роллы. Не помню, как они называются. Смотри, какой. Какие симпатичные. С луком. Луком пахнет. Может быть. Так, идем дальше. Тут мне салфетки наложили. Имбирь. Три упаковочки. Имбирь и васаби. Кстати, имбирь иногда ем. Теперь раньше никогда не ел. Так. Идем дальше. Вот. Мне так нравится творожный сыр. Знаете, крошечные прям. Это с креветкой. Вот эти какие-то. Роллы. Так. Дальше. Вот такие вот. Соревые соусы. У них фирменные. Прикольно. Я работала в 2000... Не знаю, когда училась еще в Сан-Польдже. Давно мне было лет 21, может. 20. Я работала посудомойкой. Посудомойщицей. Посудомойкой, господи. Такие вот еще. С луком, по-моему, зажаренным. Да, уж я думала, рыбкой будет обернута весь ролл. А он только сверху. Ну, так себе. Пока неоднозначное мнение. И я захотела какой-нибудь необычной формы. С креветками, с огурцом, с пикнинской капустой, с творожным сыром и икрой. Вот. Ну, короче, до хера, конечно, роллов я заказала. Ну, будем кушать. Будет играми помогать. И одни палочки всего лишь. Серьезно? Пипец. Ну, вы что, серьезно? Одни мне палочки положили? Да, уж. Я указывала на две персоны. Хоть бы мне две пачки палочек положили. Ладно, у меня есть палочки, но просто это минус для меня уже. Что я указываю на две персоны, и мне ложат одни палочки. А если бы у нас не было палочек, я бы ел пальцами. Ладно. Маленький минус поставлю. Плюс мне уже не нравится, что ролл. Вот этот сиренярий. Что вот этот ролл, он не целиком в рыбе. А только вот так. Мне кажется, это очень мало рыбы. Так себе. В Майбоксе полноценно все в рыбе. Ну, надо пробовать. Потом скажу, вкусно, невкусно. Может, кто в Волгоградске меня смотрит, хотят. Я когда работала посудомойкой, почему... Блин, простите, меня аж прям бесит. Посудомойщицей. Почему я там вообще не заказывала? Кстати, рыбка прям так рыбой пахнет. Потому что я видела... Сейчас развернусь. Я видела, как они работали. Как они роняли рис и поднимали его с пола. Я не решалась им сказать. Ну, а потом я, знаете, так подумала, что... Ну, везде так могут делать. Это зависит не только от компании, но и от самих работников. Вот. И от руководства тоже и так далее. От камеры. Если камеры отслеживают, это все. Я как бы не стала на этот счет загоняться. Это могут делать в любой пекарне, где вы покупаете и так далее. Так что... Ну, попробуем. Пока сейчас уже неоднозначно. Ну, что я себе наложила роллов. Каждый хочу попробовать. Всем приятного. Расскажу потом, как мне понравилось или нет. Вот. А мы будем смотреть фильмец и кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok